Надо придумать некую симпатичную картинку, но придумать непросто. Эта задача была в 1975 году на Всероссийской флотической олимпиаде. Правда, не на случайном туре, но всё очень хорошее. Представьте себе, что у нас есть правильный треугольник. Равносторонний треугольник. И внутри него расположены одной и той же формы и размера и одной и той же ориентацией равносторонний треугольник. То есть они все одинаковые по размеру и все углом вниз, а эти углом вверх. Вот так они как-то расположены. Задача. Если рассуммировать площади этих треугольников и поделить на площадь исходного треугольника, насколько большой может быть величина? Ну, например, может ли быть заполнено примерно половина? Может ли быть почти всё заполнено? Так вот, ребят, есть такая знаменитая салфетка Серпинского. Давайте я напомню. Вот тут кто-то не купил, хорошо? Салфетка Серпинского – это вот что такое. Вырезаешь четвёртую часть. Из того, что получилось, вырезаешь по четвёртой части. Из того, что осталось, вырезаешь по четвёртой части. И так делаешь на бесконечности. Смотрите, после первого шага остались три четвёртых площади. После второго шага остались три четвёртых от того, что осталось. После следующего шага остались три четвёртых от того, что оставалось. Но, ребята, понятно, что если каждый раз уменьшать величину на 25%, то довольно быстро это станет маленький-маленький, что так быстро стремились к нулю. Это понятно, потому что мы... Вот если бы у нас не стремилось к нулю, то мы на каждом шаге отрезали бы что-то такое существенное, ну и получили бы противоречие. Но в чём отличие салфетки Серпинского от конструкции, которую я вам больше так сказал? У нас в задаче запрещены треугольники разного размера. Здесь у нас начали с большого треугольника, а потом три треугольника меньшего размера, а не два различных сторон, а даже четыре различные. И так далее. Это у нас запрещено. Поэтому задача совсем другая. И ответ в ней совсем другая. В салфетке Серпинского действительно почти всю площадь можно взять. Да, что у вас? Вы, кстати, можете взять, если хочешь получить... Можно. Вы скажете, как? Нужно разбить наши треугольники, да, белый треугольник и закрашивать треугольник, и больше на такие лопну. И до этих лопну нужно разбить наш целый большой треугольник. Ну хорошо, хорошо, да. Согласен. Ну хорошо, согласен. Действительно, вы правы. Можно взять почти половину. Давай я покажу, как это делается. Так, пять. Только я вам не компьютер, поэтому я сейчас нарисую не очень много шагов. Конечно, для того, чтобы действительно взять большую часть, надо нарисовать не как я, а гораздо больше шагов. Вот так, надо рисовать дальше. Надо... Сейчас, сейчас, я... Вот я сейчас нарисовал, когда сторона разбита на четыре равные отрезка. Но на самом деле мне надо нарисовать еще дальше, когда сторона разбита на восемь равных отрезков, а на самом деле и на больших. Ребята, когда сторона разбита на н равных отрезков, то легко проверить, что получается н квадрат маленьких треугольников. Причем углом вверх в каждой горизонтальной полоске на один треугольник больше, чем углом вверх. Посмотрите, здесь у меня один угол вниз, два угла вверх. Здесь два угла вниз, треугольник. То есть на каждой линии, на каждой переназальной такой линии на один треугольник углом вверх выше. Поэтому, тех, которые углом вверх, минус те, которые углом вниз, это будет н штук. А всего их вместе, н квадрат штук. Ну, замечательно, складываем получаем удвоенное количество тех, которые углом вверх, это н квадрат плюс н, поэтому тех, которые углом вверх, н квадрат плюс н половину. Точно так же можно понять, что те, которые углом вниз, их будет н квадрат минус н половину. Ребята, но в пределе н квадрат плюс н половину, если разделишь на н квадрат минус н половину, то в пределе это будет треницкие единицы. Потому что при очень больших н, н квадрат это главное слагаемое, а н является всего лишь одной н частью от н квадрата. Соответственно, действительно, если вы отметите те треугольники, которые углом вниз, то они будут занимать почти половину площади. Это правда. То есть почти половина бывает. Если бы это было так, задача не была бы особенно интересной. Можно покрыть треугольниками, которые расположены углом вниз, существенно больше, чем половину площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова